Друзья, всем привет! Я хочу запустить новую рубрику на канале. Иногда я буду обозревать различные гаджеты, приборы, которые нам с вами могут помочь при осмотре, покупке автомобиля и так далее. В принципе, я уже что-то подобное делал, когда рассказывал о рюкзаке перекупа. Многим тогда понравилось, и в принципе, я хочу продолжить всю эту историю на примере различных других гаджетов. Потому что рынок меняется, что-то приходит, что-то уходит, какие-то новинки появляются, интересно быть в теме. Итак, сегодня, точнее сейчас, мы будем с вами говорить о толщиномере R-Device RD1000 Pro. Мы сегодня посмотрим, что это за толщиномер, откроем его, распакуем. Также проведем его несколько интересных испытаний, в том числе и на холоде. Потому что сейчас зима, мы с вами выйдем к машине, заморозим его, дадим полежать на улице в таких полевых реальных условиях. И посмотрим, как хорошо он будет мерить. Также посмотрим скорость замера. Ну, в общем, многое другое. Я скажу свое мнение об этом толщиномере. И постараемся в конце сделать выводы, вообще, стоит ли его покупать. И что это за толщиномерчик. Ну, хорошо, давайте начнем с того, что мы его, естественно, откроем. Да, вам толщиномер приходит в такой коробочке. Это выглядит вот так. Вот такая коробка. Вот именно в такой коробке должен идти оригинальный толщиномер. Никакой другой. Здесь мы открываем сразу же, он лежит в чехле. И вот здесь такие еще у нас есть бумажечки, так можно сказать. А что это у нас за бумажечки? Сейчас подождите. Во-первых, линеечка. Правда, слабо представляю, как ей пользоваться при просмотре машины. Ну, типа, наверное, для автоэкспертов или для оценщиков из страховой. Может быть, она подойдет. Руководство к действию. Руководство по использованию. Ну, в том числе и руководство к действию, так можно сказать, толщиномера. Профессионального толщиномера покрытия. Обратите внимание, что именно профессионального толщиномера покрытия. То есть, не просто какого-либо, а действительно профессионального. Ну да, об этом чуть позже. Дальше. Такая карточка из сети магазинов Real Device. Электроника, аксессуары. Ну, окей. То есть, вот какая-то, может быть, она скидочная. Написано VIP. Вообще VIP-карточка, ребята. Это круто. И, что немаловажно, гарантийный талон. А, кстати, гарантия на данный прибор 18 месяцев. Ну, вполне адекватно. Я думаю, что этого более чем достаточно. Ладно, теперь переходим к самому, собственно, девайсу. R-Device. Вот, название такое говорящая, да. Девайс называет какую-то технику. Вот тут, как бы, R-Device, в принципе, соответствует. Начну с того, что чехол, да. Ну, колюш, мы взяли сам чехол в руки. Он сидит плотно. Ну, качественно шлит, хорошо. То есть, не какая-то там тряпичная сумочка или еще как-то. Да, действительно, он такой плотный, удобный. Я думаю, что отчасти даже он и противоударный. Ну, то есть, если с какой-то высоты небольшой. Сейчас давайте. Ну, нет, не буду кидать пока. Ладно, давайте пока испытание оставим себе на потом. Нам нужно еще сначала посмотреть толщиномер. И, что очень прикольно, есть такая, видите, как сказать, не застежечка, крепление. Вы можете повесить его на ремень, повесить его на карман, вот так ходить с ним. То есть, ну, очень удобно, действительно, приятно. То есть, ну, проработано до мелочей. Открываем. Такая липучка хорошая, громкая. Я думаю, что вы услышали этот звук. Мы вытаскиваем сам прибор, сам толщиномер. То есть, вот, оп, затесемочку вытащили. Кстати, в комплекте идет сразу же веревочка. Она уже закреплена на толщиномере. Веревочка хорошая, плотная такая веревочка. Это фурнитура, если можно так ее назвать. Она такая пластиковая, прорезиненная. Ну, в общем, ладно, веревочка хорошая. Толщиномер сидит в чехле плотно. То есть, он не выпадет у вас, если вы откроете. Вот он не будет выпадать как-то и так далее. То есть, все, вот вы его достали, положили чехол. Теперь сам толщиномер. Давайте вот пока снаружи, так скажем, да, чтобы нам понимать, как он выглядит. Я бы снял вот этот защитный бампер. Потому что, когда его достаешь, есть ощущение, что вот это сам толщиномер черный. Ну, нет, нет, нет. Написано R-Device Auto Expert Tools. Но это не сам толщиномер. Это у нас защитный бампер. Мы его с вами снимаем. Это защитный бампер. Сейчас. Вот он снимается, кстати, очень туго. Туго он идет прям вообще туго. Без маслица, без смазочки. Он вообще как бы слазит туго. Вот он так выглядит. Хороший, приятный. Знаете, он не просто резина. Тактильно приятный материал. Видно, что кто-то подумал о том, как он у вас будет лежать в руке. Хорошо, давайте пока мы отложим это в сторону, посмотрим сам приборчик. Приборчик сделан очень качественно, на мой взгляд. И действительно, это вот мое мнение, что он хорошо собран здесь. Мы-то с вами, те, кто смотрят машины, знаем то, что как важны зазоры. Посмотрите внимательно, какие здесь хорошие зазоры. Какие. Хорошо собран, короче, ребят. Зазорчики ровненькие, все аккуратно. Крышка, да, с батарейкой. Попробуем открыть ее. У нас идут две батарейки. По-моему, 3А. Да, вот эти 3А батарейки, знаете, как они называются? Вот такие две батареечки идут. Ну, я думаю, что должно надолго хватать, потому что две все-таки это не одна. И должно хватать надолго. Крышка тоже прилегает плотно. Также стоят защитные пломбы от магазина, я так понимаю, чтобы вы его как бы не разбирали. Или в случае, если разобрали, чтобы там, да, вопрос гарантии уже будет стоять, наверное, по-другому. Потому что, ну, если вы туда залезли, то это уже не совсем будет правильно. Сзади наклеечка R-Device AutoExpert Tools. Ну, в общем, по ощущениям, да, все-таки толщиномер мы берем отчасти, чтобы он был и удобный, чтобы он хорошо лежал в руке, и чтобы он был качественный. Будет очень интересно посмотреть его в действии теперь. Теперь давайте для этого его все-таки засунем вот в этот чехол. Мне больше нравится, как он смотрится в этом чехле. Вопрос калибровки. Я знаю, что многих этот вопрос волнует. И действительно, это такая проблема, потому что я с разными толщиномерами работал. И очень неприятно, когда ты приезжаешь смотреть машину, я не буду называть какие-то другие там, да, бренды и так далее. Это достаточно давно было и такие уже старые модели толщиномеров, или же дешевые толщиномеры, да. Порой люди говорят, ну, зачем мне переплачивать, куплю какой-нибудь дешевенький китайский толщиномер. В чем проблема? Когда ты приезжаешь смотреть машину, и он у тебя раскалибровывается, или два калибровывается, ну, в общем, вы поняли, да, сбиваются настройки толщиномера, это может сыграть с вами очень злую шутку. Я неоднократно попадал, представьте, приезжаю смотреть машину, начинаю мерить и понимаю, что я не понимаю, что там покраски. А для меня это, во-первых, как минимум, состояние кузова, да, и второе, это какой-то аргументированный торг должен быть. Аргумент у меня тут же отпадает, и по состоянию я не понимаю, судорожно начинаю калибровать, искать какие-то пластины у себя там в рюкзаке. Ну, это очень все сложно и долго. Здесь же ситуация все-таки решена. Это очень удобно. Как именно? Во-первых, он самокалибрующийся. Что это значит? Давайте на чистоту, да. Это не значит, что вообще никогда ему не нужно калибровать, и все, ты пользуешься. Раскалибровывается он действительно крайне редко. Но самое калибрующийся, это значит то, что к нему в комплекте идут пластинки. Они ко всем толщиномером идут. Но тут все происходит очень быстро и просто. Если даже открыть инструкцию, которая, кстати, тоже прилагается, очень понятным языком все написано. Давайте даже попробуем с вами сейчас проделать эту автоматическую калибровку. Она на самом деле очень простая и достаточно легко пользоваться. Мы ставим на металлическую пластину, зажимаем на 3 секунды кнопку до появления автокалибровка. Потом у нас появляется на экране ноль. Берем любую пластину. Давайте возьмем 100 микрон и прислоняем. Смотрим. Все. Ну, 99,1 в принципе, как и должно быть. Это вполне допустимое расхождение. Здесь также написано плюс-минус 1%. Получается 1%. Ну, в общем, это нормально. Соответственно, что сейчас произошло? Буквально за, не знаю, 3-5 секунд мы его с вами, ну, как бы авто откалибровали. Раскалибровка, она у него практически, там, не знаю, какие-то крайне редкие случаи. И не знаю, что на это может повлиять. Какие-нибудь магнитные бури, там, или если вы куда-то попали в аномальное место, где просто у вас все там раскалибровалось и так далее. Но это, говорю, это редкость. Это исключение, скорее, из правил. Вот это же, я так понимаю, в комплекте прилагается, да, то есть различные пластины для некой проверки точности. То есть, причем здесь пластин очень много. Здесь пластины есть на 985 микрон, на 100, на 200, на 50 микрон. Давайте еще раз проверим. Вот возьмем 985 микрон и металл проверим. То есть, феррум, ну вот 990, 992, ну то есть, в принципе, плюс-минус это допустимые показатели. Любые толщиномеры, они имеют некий разбег. И давайте с вами попробуем приложить к алюминию. Он автоматически перестраивается с черные и цветные металлы. То есть, мы подкладываем сюда. Все, 979. Ну, это, опять же, нормальный разбег, совершенно плюс-минус 5 микрон, это не критично. Сейчас мы, если возьмем другие толщиномеры, будет то же самое. Это совершенно нормально, потому что в полевых условиях эти 5 микрон, поверьте, они никакой роли не играют. Крашеный элемент, вы сможете понять, в принципе, там, разбег обычно другой. То есть, да, если машина вся в слой, у нее 120 микрон, а дверь показывает 200, 250 или там 180 микрон, то, соответственно, тут уже понятно, как бы, крашеное. Да, обычно плюс-минус 5 микрон, это не имеет значения. Что еще здорово, это хорошая, понятная подсветка. Видите, цифры прорисованы четко. Ну, очень как-то, знаете, солидно, что ли. То есть, солидно, действительно, это не дешевый какой-то, еще раз говорю, китайский толщиномер. Не надо даже их сравнивать. Кстати, еще раз давайте затронем момент калибровки, очень важный, считаю, интересный. То есть, заметьте, мы это все проделали за, там, 5-7 секунд, быстро вывели его в ноль, и все остальное, все автоматически сделал сам прибор. А вот теперь я хочу вспомнить, не так давно мне попал в руки совершенно другой толщиномер. Он очень, там, дешевый, китайский, не такой распространенный. И я впервые встретил однажды калибровку, которая заняла у меня 20-30 минут, потому что его нужно было калибровать по каждой пластине. Реально там так было сложно, куча кнопок каких-то, короче, ну, это прям, ну, жуть была. Ну, тот прям такой практически no-name толщиномер был. Вот, все-таки в сравнении с этим, да, я понимаю, за что мы платим эти деньги. Цене, кстати, этого толщиномера, рекомендованная розничная цена именно на эту модель 1000 Pro R-Device 9200. Давайте немножко о ценах. Ну, знаете как, с одной стороны, да, это не дешевая цена. Ну, давайте откровенно, то есть, да, если мы берем самый низ по рынку толщиномеров, которые есть вообще и по полторы, и по тысяче, ну, я такие вообще не рекомендовал даже рассматривать. Если вы профессионально занимаетесь, да, автобизнесом, за что мы платим, да, то есть, во-первых, как минимум, да, мы уже сейчас половину видео посвятили двум факторам, очень важным. Это его внешняя составляющая, то, что действительно вы платите за такой качественный, хороший гаджет. И вторая часть, да, это момент именно технический, калибровок и всего прочего, да. И еще третий сейчас компонент, который я скажу именно касаемо начинки этого толщиномера, очень важный, это рубиновый наконечник. В чем смысл? Если мы берем среднестатистический прибор, то вот этот наконечник у многих, он, скорее всего, будет идти там пластиковый, ну, совершенно, ну, явно не рубиновый. Здесь производители сделали такую, как бы, фишку. Рубиновый наконечник, он практически там не стачивается. То есть, если мы берем обычный толщиномер, да, и им пользуемся там в течение двух, трех, четырех лет, то в год у обычного толщиномера этот наконечник стачивается на 10 микрон. То есть, по истечению там трех лет обычного использования толщиномера, минус 30 микрон у вас будет разбег. Ну, не комфортненько, да, начинает быть, когда как-то минус 30 микрон, тебе постоянно надо будет об этом думать и сопоставлять. Здесь же, в связи с тем, то, что наконечник рубиновый, он как бы не стирается. Ну, такая, знаете, может сказать мелочь, но приятно, приятно, когда у тебя достаточно такой долговечный прибор. Тем более, если ты его собираешься использовать профессионально, то есть, не одну машину в год мерить, а ты работаешь с ним каждый день, и это будет очень важно. Следующий параметр, который нам нужно померить, они действительно важны. Это скорость замера и быстрота замера, ребята, это, вот, кто-то говорит, да мне без разницы, как работает толщиномер, хоть он два часа будет мерить. Но, знаете, когда на улице холодно, а, кстати, это тоже параметр, который мы сейчас проверим, то есть, он заявлено работает до, там, минус 20-25 градусов. И сейчас, конечно, не минус 20 на улице, да, но снежок холодно, мы специально оставим его сейчас на улице, чтобы посмотреть, насколько он приспособлен к работе в холоде. И, вот, знаете, у меня часто, ну, как часто, нередко, скажем, бывали такие ситуации, я приезжаю смотреть машину, холодно, там, хозяин как-то торопится, что ли, ну, не все, ну, всем некомфортно на улице стоять долго, пока ты, там, ходишь, высматриваешь. И, если толщиномер глючит, извините за выражение, за сленг, и плюс к этому долго меряет на морозе, то становится, ну, реально, вот, напрягать начинает эта ситуация. Здесь же скорость замера прям какая-то феноменально быстрая, правда, это, ну, действительно, без каких-то приукрас, без какой-то рекламы, там, маркетинга, это факт. Ну, я вот быстрее, чтобы толщиномер мерил, я не видел, это действительно самый быстрый толщиномер. И вот эти две характеристики, скорость замера и как он работает при таких, скажем, реальных погодных условиях, тем более, что температура минусовая, мы с вами пойдем тестировать на улицу. Ладно, давайте оденемся и погнали. То есть на улице холодно, вы видите, я специально не стал ощущать даже снег до конца, чтобы вы поняли, что не лето, но логично, я вас не обманываю. Холодно прям, ну, стою, не знаю точно, какая температура, но явно не плюсовая. Мы оставим его сейчас вот здесь на капоте минут на 5, давайте, я засеку 5 минут, поставлю секундомер. Капот холодный, условия реальные, прям даже местами мокро, ну, в принципе, как и бывает, да, что ты приехал где-то, что-то как-то. Хотя такое редко бывает, ну, ладно. И потом мы промерим эту сторону, замерим. Посмотрим скорость работы и посмотрим на показатели. Вот при, скажем, реальных погодных условиях на холоде, собьется он, нет. Эта сторона у нас не крашена, это я точно знаю и знаю показатели этой стороны, поэтому будем замерять, будем тестировать. Ладно, пока ждем 5 минут и дальше приступаем к замерам. У нас 5 минут прошло, давайте включаем прибор и смотрим. Сначала показатели, ну, в холоде, как он замеряет, 120, ну, так и есть. То есть это крыло у нас 120 изначально и было, 121, да, все окей, по показателям у меня вопросов нет. Теперь давайте по скорости. Ну, что, надо как-то теперь успеть за ним, потому что он очень быстро мерит. Ну, я думаю, что вы поняли. И то, я, честно говоря, старался беречь как бы машину, потому что она не мыта, ну, чтобы не поцарапать, да, вакокрасочное покрытие. Но по скорости, ребятки, он, ну, прям очень крутой. То есть очень хорошо и качественно замеряет. Ладно, пошли обратно домой, сделаем выводы. Мы с вами увидели, как он работает на улице при минусовой температуре и какая у него скорость замера. И вообще, вот все это мы соберем в кучу и сделаем такой вывод. Если вы работаете профессионально на рынке, да, действительно, и у вас бюджет позволяет, вы хотите качественный прибор, ну, прям вот такой, наверное, это один из качественных, максимально качественных приборов на рынке. Вы знаете, вот эта цена, как бы, она себя оправдывает здесь. Вот есть вещи, когда ты покупаешь и думаешь, за что я заплатила, она того не стоила. Вот здесь нет, 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 это факт, она себя оправдывает, он, ну, максимально приятный. Давайте я попробую найти какие-то минусы, чтобы, ну, была какая-то объективность этого обзора, распаковки. Лично для меня, да, я немножечко с ним походил, так потестировал его уже, да, и в полевых условиях, мне не очень прикольно, что здесь большая сумка. То есть это не, как вам сказать, это не проблема, для кого-то наоборот, может быть, это будет плюсом. Но, знаете, когда сейчас все старается делать компактнее, облегчать, делать меньше, потому что, когда ты едешь там на осмотр, и так с собой достаточно много вещей, тем более, если в другой город куда-то, то он, ну, прям, знаете, как, скажем, он напоминает о себе в рюкзаке, когда он там лежит, и так всегда понимаешь, что у тебя что-то там лежит большое. Хотя, по факту, когда ты открываешь его, какая липучка здесь прям громкая, ты открываешь, он достаточно, ну, приятный и компактный, если взять, вот, как он лежит в ладони, вот, посмотрите, да, то есть он у меня, ну, в принципе, помещается, вот, вот, в руку помещается, то есть вот. Но сумка, если взять, да, то сумка, она, ну, в принципе, тоже помещается, но такая, прям, крупненькая. Ну, это, скорее, больше, наверное, не минус, это такой минус больше для меня, когда мне хочется максимально все компактно, вот, хотя можно его носить без сумки, его можно носить без сумки, что тоже не является проблемой. И, кстати, а, смотрите, в чем фишечка, я тоже такой нюанс, немногие обращают на это внимание, но для меня это важно. У меня был раньше уже давненько один толщиномер, который включался вот этой кнопкой, вот этой, то есть он включался, когда ты нажимаешь на сам наконечник, этот не включается, вот. И это плюс, на самом деле, многие, так, я знаю, что кто-то мне говорил, что, ну, это минус, и говоря, ну, как бы удобно, что сразу прислонил, включил, нет, то дело привычки, но когда он включается вот этой кнопкой, толщиномер у вас, где-нибудь в сумке, в рюкзаке, он постоянно включен у вас. И у меня вот на том стареньком толщиномере давно постоянно садилась батарейка из-за того, что он в рюкзаке болтается, включился, включился, я достаю, приезжаю машину смотреть, а у меня уже батарейка севшая, то есть здесь же, чтобы включить, надо нажать вот эту кнопочку, причем так просто единократно нажали. И все, пошли мерить, все. Выводы получились долгие, если все-таки отвечать на вопрос, покупать или нет, конечно, решать вам, но опять же, для профессионального использования, наверное, да, действительно, оно того стоит. Как бы вы, скорее всего, не разочаруетесь. Да не, скорее всего, вы не разочаруетесь, да, заплатив за него эту сумму. Ну вот такой с вами у нас получился обзор и распаковка, если вы хотите приобрести такой толщиномер, то ссылочки будут в описании на магазин, да, где можно его купить. И если вам зашла, понравилась эта рубрика, то обязательно подпишитесь на канал, поставьте палец вверх и напишите об этом в комментариях, чтобы я продолжал, я буду обозревать какие-то гаджеты, которыми сам пользуюсь, которые рекомендую и которые, возможно, мне будут давать на обзор. Ладно, ребята, всем пока, всем хороших покупок. Продолжение следует...